Всем привет! С вами автор канала И вам путешествует и моя прекрасная Яна. Всем привет! Мы в городе Ярославль и решили рассказать вам о плюсах и минусах города для туриста. Или со стороны туриста, потому что, наверное, жители города расскажут что-то совсем другое. Мы же смотрим на город со стороны и с точки зрения того, чему здесь можно приятно удивиться, порадоваться и как себя развлечь. Начнем с плюсов. Я думаю, что все зрители канала Ивана знают о том, что мы любим посещать различные места, рестораны, заведения, изучать кухни. И здесь, в Ярославле, все это удается сделать. И это очень радует. Ресторанов здесь много, они классные, разнообразные. Представлена разная кухня от русской традиционной, как вы видите сейчас вокруг нас, антураж. Но также есть и вьетнамская, азиатская, китайская, кавказская. Очень много разнообразных кухонь, которые можно попробовать и развлечься. Я раньше частенько думал, почему мои друзья и знакомые ездят в Ярославль для того, чтобы отметить свои мальчишники и другие какие-то праздники. И теперь я понял, они просто ездят сюда, чтобы насладиться отличными ресторанами и едой. В качестве примера красивой и изысканной архитектуры в городе Ярославль можем отметить Елисеевский магазин. На самом деле это бренд, который известен каждому россиянину, а возможно даже и во всем мире. Этого мы не знаем, но в Ярославле на здании Елисеевского магазина расположены гербы различных стран и городов, где он был представлен. А также на здании расположены скульптуры и вообще очень приятно в Ярославле посетить этот магазин, поскольку в Москве, как известно, он закрыт и уже достаточно давно. Ну и также хочется отметить, что в Елисеевском сейчас располагается обычный стандартный супермаркет, где в принципе каждый гражданин может себе позволить что-то купить. Там продаются просто обычные стандартные продукты, но также есть и кондитерский фирменный отдел, где можно полакомиться какими-то тортиками. И есть там и кафе, и столовая. Елисеевский магазин для всех. Еще один пункт, который хотелось бы отметить в архитектуре города, это Октябрьский мост. Он перекинут прямо через Волгу, очень широкую и красивую реку, и ему придали такой лазуревый голубой оттенок. Он мне нравится именно издалека. Когда мы с Иваном переходили его, то было даже как-то страшновато. Ну и с точки зрения благоустройства мы об этом еще расскажем. У нас есть некоторые вопросы в этом городе, но вот издалека Октябрьский мост смотрится просто великолепно. Через голубую гладь воды такой лазурный мост перекинут. На солнце это все смотрится просто шикарно. Также обязательно стоит отметить губернаторский дом, который расположен на набережной. В доме сделана реконструкция, также создан отличный сад. И там можно прекрасно прогуляться и провести время, особенно в солнечный день. Ну и также хотелось бы отметить, что в губернаторском доме находится музей. И в не солнечный день там тоже можно провести время и зайти внутрь. А еще рядом с губернаторским домом находится губернаторская беседка, откуда когда-то давно губернатор наблюдал за рекой Волгой и за окрестностями. Также нам очень понравилась на Волжской набережной древняя башня. Это остаток от оборонительных сооружений. Когда-то раньше там хранили оружие для обороны города. А сейчас там просто обычный ресторан и очень-очень живописная лестница. Когда по ней поднимаешься, то это похоже на дорогу к морю. Там вокруг цветы. Мы сделали там прекрасные фотографии. Я сейчас не буду вдаваться в историю. Я думаю, все, кто ею интересуется и посмотрит самостоятельно все исторические справки. Мы же здесь говорим именно о красоте, отдыхе, наслаждении. Эта башня действительно является таким островком. А это ручной голубь, который, нам сказали, живет при этом ресторане. И он ходит по столу. Конечно, он по асфальту только что тоже ходил. Поэтому если что-то упадет на стол, то, я думаю, есть не стоит. В общем, он нас развлекает и вас тоже заодно, я думаю, развлечет. Мы сначала пытались его гонять, если честно. Потому что вообще не понимали, почему уличный голубь настолько наглый. Но главное, чтобы он, конечно, сейчас здесь не накакал. Далее на очереди у нас идет Волжская набережная. Набережная достаточно длинная. Она многоярусная. Я насчитал там целых четыре яруса. Также на набережной очень много деревьев, которые создают тень и как раз спасают от жары. На самом деле, по поводу Волжской набережной у нас есть для вас сюрприз. В список того, что нам не понравилось, к сожалению, она тоже попадет. Но это будет немножко позже. Конечно же, особенно стоит отметить первый профессиональный драматический театр в России, который находится именно здесь, в городе Ярославль, был основан в 1750 году. Этот театр назван именем Волкова. Я так понимаю, что это как раз-таки первый профессиональный актер в России, который и был его основателем. С точки зрения архитектуры, здание достойно особого внимания, поэтому обязательно полюбуйтесь на него, если будете посещать Ярославль. Кстати, по совпадению, мы проживаем недалеко от этого театра, поэтому лицезреем его утром, днем и вечером, когда проходим мимо, и он всегда смотрится прекрасно со всех сторон. Заряжаемся, так сказать, театральной энергией. Но сезон сейчас закрыт, и билеты в кассе будут продаваться только с 1 августа, а мы приехали сюда 1 июля. И поэтому на спектакль мы не попадаем, и рассказать вам, как там внутри, не сможем. Также в архитектурном плане хотелось бы отметить Вознесенские казармы. Это хорошо узнаваемое здание с высоким шпилем и красной звездой на конце. На самом деле этот шпиль видно из очень многих точек города, и вы точно не потеряетесь. В Ярославле очень много интересных лофтовых пространств. Некоторые из них созданы человеком, и специально это подчеркнуто, стилизовано. А где-то они образовались сами собой, потому что человек просто забросил различные фабрики производства. Например, это мукомольная фабрика, но туда сейчас официальным путем попасть невозможно. А также прямо в центре города много различных производств, которые тоже стилизованы под лофт. Однако есть и хлебопекарная фабрика, где лофтовый уголок образовался просто сам собой, потому что человек ненадолго забросил его. Также хочется отметить, что лофтовые пространства хорошо реализуются в ресторанах. Обзор одного такого ресторана вы сможете посмотреть на канале, обязательно сделайте это. Еще одним пунктом, который нам понравился, стал детский парк развлечений, который находится на Даманском острове. То есть это реально такой отдельный детский мирок, такой остров, на который можно попасть по мосту. Мне кажется, в детстве я была бы просто счастлива попасть на такой остров специально для меня. Все дети всегда привыкли, что все в этом мире делается для взрослых. А какие-то детские мероприятия и тем более вот такие детские места очень радуют. И, конечно же, я не мог не обратить внимание на пожарную часть начала 20 века. Она мне интересна с двух позиций. Первая позиция историческая, а вторая позиция профессиональная. Тем, кто хорошо меня знает, прекрасно известно, что я провел порядка 8 лет в пожарной охране. От положительных сторон города переходим к отрицательным. Начнем, пожалуй, с главного. Это дороги. Как известно, в России две беды. И одна из них находится здесь, как и во многих городах России в частности. Но поговорим все-таки о Ярославле. В Ярославле дороги автомобильные, в принципе, вполне себе вменяемые. Это я сейчас говорю о главной дороге. А вот непосредственно дороги, ведущие во дворы, ну, мягко говоря, выглядят не очень. Также стоит отметить, что во многих местах и прогулочных зонах отсутствуют пешеходные переходы. Мы заметили, что даже на набережной есть дорожки, которые ведут через главную дорогу, но при этом пешеходного перехода там нет, а автомобильное движение есть. И приходится просто подкарауливать и перебегать. Также мы, как пешеходы, в дорожной части можем отметить еще один значительный минус. Это постоянные ямы, канавы, выбоины и также водоотводы, которые не закрыты решетками. Постоянно спотыкаешься, постоянно смотришь под ноги, везде какие-то ямы, растет трава прямо из стен и из дороги. Ходить неудобно и особенно неудобно, конечно, будет тем, кто предпочитает обувь на каблуках или какую-то модельную обувь. Мы уже бывалые путешественники, поэтому в Ярославль я такую обувь даже просто не брала. Но даже если у вас плоская обувь, приготовьтесь, что она будет постоянно грязной, так же, как и ваши ноги. Улицы все в каком-то песке, вот эти ямы, канавы и прочее создают скопление песка, земли. Я думаю, что когда идет дождь, то это становится еще и жидкой грязью. Но мы застали только именно в жаркую погоду постоянный песок, который оказывается на обуви, на ногах, на одежде. И все это создает какое-то очень неприятное впечатление. Хочу еще добавить, что в некоторых местах водоотводы все-таки закрыты решетками. Но, как мы поняли, это какие-то элитные дома, где, по всей видимости, живут какие-то элитные граждане. И вот именно там решетки стоят. Но в целом во всем городе их нету, поэтому постоянно приходится смотреть под ноги. Там, где ты не успеваешь посмотреть под ноги, то обязательно споткнешься. Поэтому дороги в Ярославле, конечно, оставляют желать лучшего. Именно пешеходные дороги, уточним, что мы уже упоминали, главные дороги вполне себе в отличном состоянии. Автомобили спокойно по ним передвигаются. Еще один пунктик в тротуарную тематику. Это сухие деревья и пни прямо в центре города. Посреди пешеходных зон плиткой ограничены такие квадраты, в которых должны расти деревья. И где-то они действительно растут, свежие, красивые, такие, как и должны расти в центре города. А где-то это просто вырубка, где пни оставлены. То есть об них тоже можно споткнуться, особенно вечером и ночью. И даже в самом-самом центре, около главных зданий, кое-где можно увидеть полный сухостой. То есть это абсолютно сухие, высокие деревья, что летом, конечно, смотрится очень странно. На самом деле все это очень сильно мешает движению пешеходов, поскольку пни до конца не убираются. И более того, некоторые предприимчивые граждане используют эти пни в качестве мусорных бочков. Таким образом создают грязь прямо в центре города. Но также в эту большую бочку дегтя, касаемо пней, можем добавить один маленький пунктик в виде ложечки меда. Кое-где новые деревья мы все-таки заметили. И это радует, значит их все-таки где-то высаживают. Возможно достаточно медленно. Раз уж мы заговорили о деревьях, поговорим еще о такой проблематике, как деревья на домах. На самом деле в Ярославле это достаточно распространенная тема, но проблема вся в том, что деревья действительно очень сильно портят дома. И своими корнями буквально-таки прорубают в них дыры. Провода, провода портят наши города. Мне как художнику и творцу в каком-то смысле очень сложно и тяжело наблюдать архитектурный стиль за всеми этими проводами, которых в городе великое множество. На самом деле, как вы знаете, Иван фотограф. Именно поэтому провода его очень сильно волнуют, потому что многие достопримечательности, которые отмечены во всех-всех справочниках по Ярославлю, просто невозможно нормально сфотографировать. Провода их заслоняют. И даже основной памятник Ярославу Мудрому, который стоит в самом центре, тоже очень тяжело на нем сфокусироваться. Мы уже говорили о плюсах Волжской набережной, теперь поговорим о ее минусах. И самым большим минусом является плитка. Как тротуарная, так и облицовочная. В некоторых местах ее просто нету. Она вываливается целыми косяками. Где-то эта плитка остается, ну а где-то она куда-то просто исчезает. И, соответственно, там, где тротуарная плитка используется, она ходит худуном в некоторых местах. И это отчетливо слышно и видно. Особенно, когда по ней катаются всевозможные велосипеды и электросамокаты. Однако, стоит отметить, что Иван пообщался с местным жителем, который сказал, что происходил разлив реки. Это было зимой. Также, соответственно, температура, снег, лед. И он нам объяснил, что эта плитка, которая является облицовочной, никуда не исчезла. Ее просто смыло. Но при этом, заметьте, сейчас лето, а дело было весной. То есть, за это время никаких восстановительных работ не было проведено. Все так и осталось. Веселая ситуация в городе происходит и с фонтанами. На самом деле, если вы решили приехать в город в будние дни, то вы не сможете увидеть их работу, поскольку в будние дни они не работают. Их просто отключают. Фонтаны работают пятницу, субботу и воскресенье. Поэтому имейте в виду, конечно, фонтаны всегда дополняют архитектурный облик любого города. Здесь мы даже слышали о том, что гуляют дети и спрашивают своих родителей, бабушек и дедушек, почему же не работают фонтаны. И те им объясняют, что просто подожди выходных, и тогда, собственно, ты увидишь фонтаны. Поэтому детям приходится развлекаться с поливочными установками, которые выставлены на траве, и таким образом как-то охлаждаться и играть. Конечно же, огромный минус любого городского пространства – это обшарпанные исторические здания. Ладно, я, допустим, могу понять, что какие-нибудь пятиэтажки, хрущевки, какие-то жилые дома в таком секторе, в который, в принципе, туристы не заходят. Ну, это допустимо. С этим во многих городах люди мирятся. Но центр города – это всегда его лицо, потому что он принимает туристов. Таким город запомнит, таким он будет отражаться на фотографиях. И что мы видим? Очень многие исторические здания находятся в практически разрушенном, заброшенном состоянии. А есть и те, которые используются, но при этом очень обшарпанные. У них обсыпавшиеся фасады, где-то на крыше прорастают деревья. Они давно не крашеные, не штукатуренные. И что хотелось бы отметить – здания в отличном состоянии, если в них сидит какой-то бизнес. Чаще всего бизнес под себя здание полностью реконструирует и поддерживает его в порядке. Раз уж Яна заговорила о бизнесе, я хочу плавно перейти к теме культурных растений, поскольку именно они всегда дополняют архитектурный стиль города. В Ярославле очень много деревьев. Они зеленые, насыщенные, но при этом нет тех мест, за которые глаз мог бы зацепиться. То есть просто все зеленое. И как раз бизнес в этом плане очень сильно выручает, поскольку всевозможные цветы можно увидеть в ресторанах, магазинах и других местах, которым бизнес приложил свою руку. И также все-таки хотелось бы заметить, что в парках есть клумбы, куда высаживаются цветы, но таких мест не очень много. Ну и напоследок дадим вам граффити. Именно граффити портят сильно центральную часть города. Хочется отметить, что есть и культурные граффити, когда город заказывает у художников какие-то рисунки на определенные тематики. Все это утверждается заранее, красиво, ярко и позитивно. Мы же сейчас говорим о таких мусорных граффити, когда, например, подростки просто идут с баллончиком и рисуют какую-то непонятную билиберду. Таким образом здание просто выглядит грязным. С вами был автор канала Иван Путешествует и моя прекрасная Яна, ссылку на которую я обязательно оставлю в конце. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ивана и смотрите выпуски из Ярославля. Всем пока!